40 лет назад в Видном открылся детский сад Рябинка. Высокая квалификация педагогов и уютная атмосфера сделали его одним из лучших дошкольных учреждений в Ленинском районе. И в 1998 году на его базе открыли школу начальных классов. В минувшую пятницу в стенах прогимназии состоялся праздничный концерт, подготовленный воспитанниками в честь юбилея, рассказывает Юлия Погосян. Видновская прогимназия считается одним из лучших новаторских учреждений Ленинского района. Она работает по программе от рождения до школы. Дети сюда приходят в детский сад и выпускаются после начальной школы. Все педагоги – специалисты высокого класса. Сейчас в прогимназии обучается около 200 учеников. В честь юбилея любимой школы они приняли участие в торжественной программе и выступили с музыкальными и танцевальными номерами. Моя прогимназия, моя страна, полна третий во все годы временно. В сентябре этого года в прогимназии сменился директор. Им стала Наталья Аляпина. Она намерена продолжать традиции учреждения и не сбавлять темп в улучшении образовательного процесса. Мне бы хотелось, чтобы статус этого учреждения сохранился и процветал дальше. Потому что достаточно высокий уровень квалификации специалистов, работающих в этом учреждении. Мы планируем восстановить работу с Академией наук и будем, наверное, двигаться дальше вперед. Для многих преподавателей прогимназия стала настоящим домом. 30 лет назад в детский сад Рябинка после музыкального училища пришла работать начинающий педагог Светлана Рыбакова. Ей сразу все понравилось. Перспективное образовательное учреждение, дружелюбный коллектив и любимая работа. Здесь учились ее дети, а затем и внуки. Сейчас она не представляет другой жизни без прогимназии. Почему мы живем в этом детском саду? Живем своей работой, своей любовью к работе. Потому что мы живем детьми. Дети – это самое лучшее, что у нас есть. В прогимназии все сделано для удобства учащихся. Образовательный процесс построен так, чтобы дети не чувствовали напряжение от обучения и не уставали. Каждое утро кислородный коктейль и зарядка. Ребята имеют возможность посещать сауну и питаться в собственной столовой. Широко развита внеурочная деятельность. Танц, рисование, лепка, математические кружки. Ученики прогимназии активно участвуют в районных, областных и российских конкурсах. А ее выпускники поступают в лучшие школы и ведущие вузы страны. Это дети, которые адаптированы к следующему этапу обучения. Которые имеют мотивацию обучения. Которым нравится сам образовательный процесс. И у которых есть, безусловно, хороший и очень серьезный потенциал на будущее. Это замечательное детское образовательное учреждение. В день рождения принято дарить подарки. Поэтому Сергей Кошман преподнес прогимназии мультимедийный проектор. Который будет помогать в дальнейшем образовании детей. Прогимназию впереди ждет еще много нового. Но 40 лет – это хороший этап, чтобы оценить, сколько полезного было сделано за эти годы. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Винное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова